Пациент 17 лет, обратился с болями в колене, пару дней назад была травма на тренировке по хоккею. Область исследования – правый коленный сустав, исследование в СЭК, коррекспроекциях, импульсные последовательности СТ1-2ВИПДФС, контрастное усиление не проводилось, суставные поверхности ровные. За надколенником вдоль мышелка в бедренной кости и в полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Определяется вертикальный перелом, более вероятно застарелый, надколенника, ближе к наружному мышелку, с формированием диастаза между отломками до 3-4 мм. Трабикулярного отека отломков практически нет, МР – признаки формирования ложного сустава. Потилофеморальное сочинение без особенностей, признаки частичного разрыва, отека латеральной и коллатеральной связки. Внутри и внесуставной связки, передняя и задняя крестообразная связка, медиальная и коллатеральная связка, собственная связка надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска 1-й, 2-й степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога-заднего рога с выходом разрыва на одну поверхность мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска 1-й степени. Диалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается неизменен, переортикулярные ткани отечны, клетчатка гофа развита обычно, отечно, данных за наличие кисты Бейкера не получено. В заключении МР признаки перелома надколенника с формированием ложного сустава, разрыва медиального министка 3а степени постола, минимального сеновита, правого коленного сустава. Травмы ранее, которые могли бы вызвать перелом надколенника отрицают. Рекомендована консультация травматолога, для решения проблемы. Рекомендована консультация травматолога, для решения отрицают. Рекомендована консультация травматолога, для решения клиента. Рекомендована консультация травматолога, для решения Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова